Северокорейский режим не прощает своих врагов. В этом убедился 85-летний американец, воевавший в Корее. 60 лет спустя Мэрил Ньюман приехал в КНДР как турист, с мечтой о покаянии. Так, например, многие ветераны вермахта приезжают в Россию. Старик и сам не знает, как оказался в тюрьме. И главное, выпустит ли его. Через две недели годовщина смерти Ким Чин Ира. Кающийся агрессор, как нельзя кстати, эдакий подарок дате. Тем более, что термин промывка мозгов появился именно в Северной Корее. Вадим Хуланков о судьбе солдата в КНДР. Пхеньян вновь поймал врага. На этот раз им оказался 85-летний участник Корейской войны начала 50-х годов прошлого века Мэрил Эдвард Ньюман. По собственной неосторожности и характерной для граждан США наивности, Ньюман решил посетить Пхеньян в качестве туриста. Теперь почетного пенсионера и ветерана ждут большие проблемы. В период Корейской войны я занимался вербовкой шпионов и диверсантов, имел тесные связи с Южнокорейской организацией. Я признаю свою вину и приношу извинения за совершенные преступления. Бывший американский диверсант, покупая тур в Северную Корею, даже не подозревал, что любовь к ближнему и всеобщее прощение не добрались до страны, где он пытался это привить 60 лет назад. Оказалось, что архивы у севернокорейцев богатые, память долгая, а законы суровые. Я понял, что в США и других западных странах распространяется ложная информация о КНДР. Ньюману не повезло дважды. Впервые в тот день, когда он, полагаясь на здравомыслие корейских властей, решил побродить по местам своей боевой славы. Второй раз, когда признался в том, что воевал против существующего режима. В Северной Корее культурные обращения с задержанными, по подозрению в чем-либо, не практикуют. Хотя сами они стараются быть максимально сдержанными. Я рассказал ей о своем самочувствии, как физическом, так и моральном. И, конечно, узнал, как дела у остальных членов нашей семьи. Любой иностранный гражданин, попавший на территорию суверенной, как позиционирует свое государство, официальный пхеньян страны, уже попадает в зону риска. Чужая независимость зачастую отлично от привычной иностранному туристу. И даже неуместная улыбка грозит ему смертной казнью или, если повезет, длительным тюремным сроком. Через две недели северокорейские граждане, все как один, должны будут отметить очередную годовщину смерти своего великого руководителя Ким Чен Ира. Нежелающие скорбить по утрате окажутся или в тюрьме, или у расстрельной стены. Раскаяние бывшего американского военного сегодня, как нельзя кстати, подходят к раурной дате. Сын бывшего лидера Ким Чен Ын может сделать неплохой подарок покойному отцу. Легкая месть за все невзгоды корейского народа и лично его вождей. Мэрил Ньюман только сейчас смог обратиться к своему правительству и своим согражданам. Хотя в тюрьме он находится уже больше месяца. США сейчас, по крайней мере, не торопятся вступать в переговоры о спасении своего гражданина и ветерана. Старику же на девятом десятке верить, кроме как в помощь своей страны, уже больше не в кого. Вадим Хуланхов, Лариса Зорина, 5 канал.